Ну что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами посмотрим на новый третий выпуск журнала LEGO Nexonites. Просто LEGO Nexonites. Так, давайте откроем у нас сегодня... Ага, без открывалки, поэтому мы тогда просто порвем пакет. И внутри мы находим пакетик, который мы рассмотрим после журнала. И сам журнал. Обложечка у нас выглядит таким вот образом. Сегодня у нас оригинальная мини-фигурка LEGO. Это Робин и его скакун. То есть у нас и фигурка, и еще дополнительная фигурка. Скакун. Два постера. Очень длинный комикс написан. Ну просто очень длинный. Вот я вижу надпись 16 страниц. И в принципе все. Давайте открывать. Посмотрим, что же находится у нас внутри. Здесь я вижу легенду Найтона. Клей вот здесь стоит. Вместе мы сила. Действительно это так. Содержание. Содержание и все как обычно. Опять-таки я вижу проигрушечку. Написано. Вот. На странице 13 это будет. А, нет. А почему? Был написан страницу. Вот смотрите здесь. Страница 13. Ну ладно. И здесь у нас опять Робин Андервуд. Про Робина. Что это крутой парень и так далее. Вот он с молотком. Инструмент у него есть. Его суперский конь. Инструкция по сборке очень такая кратенькая. Всего стоит из двух картинок. И все. И начинается у нас комикс, который называется «Потеря». Однажды днем в рыцарской академии. Кланг! Мечи схлестнулись. И пошел комикс. И пошел комикс. Вот такой вот яркий, красочный, беленький. Головоломка. Шустрики на свободе. Это вот эти вот красненькие злодеи. Так. Нужно посчитать шустриков. И написать вот сюда. Сколько их здесь. Быстренько посчитали. Написали. Переходим дальше. Дальше у нас продолжается комикс. Комикс, комикс, комикс. Вот я вижу рыцаря, который кричит «Загрузить». И здесь у нас написано, что это наша миссия отключения в Найтоне. В общем, в Найтоне сгорел предохранитель. Нужно тут что-то все вот быстрее бежать в Найтонию. Перезапустить систему. Вот. И выполнить какой-то ряд заданий. В общем-то, как-то так. Вот. Я думаю, разберетесь. Далее. Игра «Не обожгитесь». Опять шустриками здесь все вот это вот связано. И мы перешли уже к постерам. Так что давайте взглянем на наши постеры сегодняшние. И на первом постере у нас изображен Спаркс. Друзья, вот такой вот прикольный постер. Достаточно интересненький. Все-таки вот так вот мне бы понравилось больше. Но это достаточно тоже круто. Давайте посмотрим на следующий. Ну, а на следующем постере у нас изображен Клай Муррингтон. Вот такой вот. Ну, пускай это будет «Синий рыцарь». Потому что у него, я вижу, все такое синенькие эмблемки, шлем и так далее. У него есть меч. У него есть щит, которым отражает какой-то желтый луч. Неплохой, кстати. Вот здесь вот надпись. Даже мне как-то и не хочется убирать ее. Все так гармоничненько смотрится. Переходим к журналу. Тут нас встречает головоломочка. Ошибка Молтера. Нужно сопоставить, опять-таки, букву с цифрой, недостающие деталечки. Это уже привычные нам задания. Дальше игрушки. Здесь про различные номера. Это устрашающий разрушитель Клея и безумная колесница укоротителя. Достаточно интересные наборчики, которые, возможно, когда-нибудь попадут ко мне на канал в виде видеообзора на данный конструктор. Дальше часть 2 комикса. Загрузить силю Акселя. Загружают они, короче, силу Акселя. Тут происходят какие-то боевые действия, опять же, такие. Какие-то бойни. Бойни, в общем, бойни. Вот эти вот различные. Вскоре после. Уф, готово. Все, всех они победили. Эта страница для тебя. В общем, тут нужно что-то нарисовать, какого-то крутого монстра. Это же уголок фан-зоны. И отправить, собственно, создателям данного журнала. Можно что-то выиграть, как обычно. Вот здесь нужно заполнить эту форму. Типа анкеты, все свои данные и так далее. Так, в следующем номере уникальная игрушка LEGO 28 деталей. Это, к сожалению, не фигурка. Сразу два паука-гоблинов. Также показана уже обложка четвертого номера. Ответы на все головоломочки тоже здесь можно найти, если с чем-то не справились. Здесь классные открытки для отправки, друзьям. Четыре штуки делите ее, собственно, разделяясь и так, и так. И сзади тоже, получается, открыточки. Вот, собственно, все. Давайте-ка перейдем к нашему пакетику. И сегодня у нас вот такой красивый пакетик. Привычная надпись Limited Edition. Написано Робин. Но Робин сегодня не один в нашей программе. А с Робином еще будет его коняшка-лошадка. Давайте посмотрим на всю эту гору деталечек. Так, вроде бы все. Вот я уже сразу сегодня не забыл приготовить инструкцию. Это очень хорошо. Поэтому берем тело. Берем, не вижу ног. А я не вижу... А, вот ноги. А, у него маленькие ноги. Смотрите, это как было у Барта, например, в Симпсонах. Ну, и у других различных фигурочек. Так, одностороннее лицо. Но здесь, возможно, и не бывает двусторонних. Я что-то путаю, возможно. Так, прическа. Почему не лезет прическа? Так, одели мы прическу. Отдельно одна фигурочка у нас выглядит таким вот образом. Очень прикольная. Такая ухмылочка у него. Интересная. Далее. Далее мы собираем его, вот эту вот пушку с ключом. Или это не пушка. Я даже не знаю, как это назвать точно. Ну, наверное, пушечка из инструментов какая-то. Потому что он же такой весь с инструментами. Молоток вот у него есть еще такой большой. И черненький тоже даем ему в руку. Вот, в принципе, пока что все. Все, теперь мы собираем коняшку. Коняшку собрать тоже не очень-то тяжело. Мы это кладем, точнее, вставляем сюда. Это вот сюда. Снизу вот такую штуку. Здесь такую штуку. Получается почти что ножки. Это будут колеси нашей коняги. Так, вот видите, уже почти что все у нас готово. Сзади вот такая деталечка. Потом, чтобы ничего не пропустить бы, мне вот это вот сюда. Сверху у нее делается мордочка. И, в принципе, все. Опять-таки, да, смотрите. Коняшка, по-моему, ланса была в предыдущем. Тоже по типу такому были вот такие же детальки. Вот так. И последний штрих у нас. Так, и таким образом у нас получилась вот такая прикольная коняга. Сюда же можно поставить робина. И все вместе это будет смотреться, собственно, вот так вот. Очень прикольно. Это даже круче, чем просто фигурка. Фигурка сразу с конем. Потому что, например, у ланса было отдельно. В одном выпуске фигурка, в другом выпуске коняшка. Но там была полноразмерная фигурочка, эта фигурочка поменьше. И конь вроде поменьше. Ну, не знаю. Но на вид, мне кажется, очень круто смотрится. Смотрите еще раз. Я вам показываю все более детально. И давайте завершим это видео. Ну что, ребят, это был вот такой третий выпуск журнала LEGO Nexonite. Я надеюсь, вам понравилось. Кстати, пишите, как вам фигурочка была робина и его коня. Если понравилось, то жду ваши комментарии. Обязательно поставьте мне лайк, если понравилось это видео. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в мою группу ВКонтакте, чтобы не пропустить никакое мое видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok